Культура НУТ Уже было сказано Имеет стержневую корневую систему Она довольно таки хорошо развита Значит культура очень уникальная Почему? Потому что является одновременно И холодостойкой И жаростойчивой И к тому же при правильных технологиях возделывания Может формировать довольно таки высокий урожай Но к сожалению при выращивании НУТа По классическим технологиям По мини-тилу Привыкли Что это коммерческая культура Так вот при переходе Или добавлении НУТа При выращивании Без обработки почвы Нужно прежде всего Пояснить себе Что это не такая уж и коммерческая культура То есть ее необходимо Учитывать ее рентабельность С учетом затрат И когда мы перестанем думать Об осословных прибылях При выращивании этой культуры Ну все станет на свои места Значит Хотелось бы прежде всего затронуть Одну такую самую важную проблему Что Россияне пока еще не научились Употреблять эту культуру Это великолепная культура Но к сожалению Мало кто ее потребляет пищей И естественно В основном считают Что это культура Которая должна быть Отправлена на экспорт Вот это наш недостаток Далее В настоящее время Есть большое разнообразие сортов Так вот Рассматривая разные технологии Возделывания По технологии наутил Мы должны обращать внимание Прежде всего На то Что мы хотим В конечном итоге получить И Естественно Какие почвенно-климатические условия Дело в том Что Ну Считалось И продолжаем считать Что это культура Бедных почв И когда отправляют Нут выращивать В Рассандарский край На плодородные почвы Там где до полутора метра Пахотный слой Чернозем Естественно Мы Ну Не должны так поступать Почему Потому что Есть культуры Которые Более высокоурожайные Более высокотехнологичные А технологичность Еще вот Складывается Из Таких особенностей Как скажем Медленный рост В начале вегетации Где-то в течение Месяца полутора Ну Точно Медленно развивается Если у вас Поле чистое От сорно-полевой Растительности Конечно же Вы получите Хорошие сходы И Высокий урожай Но если же Поле засорено То Может так случиться Что вы Вместо того Чтобы получить урожай Перепашите Передискуете Или Обработаете Гербицидами И посеете Другую культуру В частности Если наутил То есть Не борется С сорняками Далее Если мы возьмем Технологии Сортовые Ну Давайте Зададим все вопросы Мне очень интересно Было Что В конкретном Хозяйстве Высевается Всего Два сорта Если мы возьмем Скажем Ну Статистику Госреестр То там Порядка 24 сортов Уже Зарегистрировано Можно использовать Так вот Чем Отличается Сорта Нута Но прежде всего Они могут быть Дези И Кабули То есть Белосемянные И темносемянные Значит В России Практически Темносемянные Почему-то Не выращивают И говорят А их Невозможно Реализовать Но Скажу вам Другое Что Последние Годы Нут Краснокутский 123 Это как раз Коричневый Или Сорт Аватар Который Недавно Был Выведен В Орловском В Орловской Области Это сорта Которые На сегодняшний день Немножко Тысяча на Три-четыре Стоит Дороже Они Также Являются Продовольственными С великолепными Вкусовыми Качествами Но Почему-то Их Не выращивают Значит Почему я На них Обратил Немножко Коричневые Сорта Во-первых Более Устойчив К болезням И Более Урожайные То есть Применяя Эти сорта Выращивая Вы можете Получить Более Высокую Рентабельность С единицы Площади Ну и Далее Если мы С вами Коснемся Технологии Непосредственно Значит Нуд Необходимо Конечно же Выращивать По Культурам Которые Не имеют Общих Вредителей И болезней Это Прежде всего Злаковый Клин То есть Можно И по Зимой Пшенице И по Ярогой Выращивать И по Ячменю И по Овсу Смело Можно Выращивать То есть Культуры Сплошного Сила Так вот Чтобы Не было Засоренности Необходимо Бороться В посевах Предыдущей Культуры С армяками Если Вы на это Обратите Внимание У вас Будет Более Более Чистое Далее Подготовка Семенного Материала Значит Очень Важно Подготовить То есть Получить Семенной Материал С высокой Схожестью И в дальнейшем Развивая Эту тему Необходимо Использовать Сеялки Точного Высила Вот в этом Случае Мы сможем Сэкономим На Семеном Материале Получить Дружные Всходы И Соответственно Качественный Выход Продукции В конце Вегетации Значит Хотел бы Остановиться Более подробно Но Прежде всего Если мы возьмем Лабораторную Схожестью Полевую Сеялки Которые Не точного Высила Не пневмонические Они Как правило Не дают нам Возможности Равномерно Заделать Мут В почву Отсюда Получается Недружное Созревание И Довольно-таки Большие Потери Семян Ну Скажу Так Что Если Полевая Схожесть 60-68 Процентов Это Хорошо При Семенном Материале Схожесть 95 и Выше То есть Если Мы Заделаем На 2-3 Сантиметра Даже По технологии Наутил Там Где Говорим Есть Влага Мы Где-то Получим Всходы Где-то Эти Всходы Будут После Выпадения Осадков Недружные Таким Образом У нас Растягивается Период Вегетации И Недружное Созревание Вот То Что Мы На поле Сегодня Видели Видели Зеленый Нут И Зазревший Фактически Готовый Кубор Вот Что С ним Делать Либо Проводить Диссекацию Это Дополнительные Затраты Либо Ждать Пока Он Созреет Это Смещается Сроки Сева Азимой Пшеницы Ведущей Культуры После Нута Далее Если Мы Говорим О Подготовке Семян Значит Перед Посевом Есть Сорда Которые Неустойчивые К Как И Тозу Фозариозу То есть Болезни Основные Заболевания Нута А Есть Устойчивые Ну Вот Например Скажем Тот же Бриго Один Который Выращивается В Хозяйстве Его Практически Можно Не Обрабатывать Перед Посевом Против Корневых Гнилей А Скажем Тот же Заболжский Да Он Он Мене Устойчивый Крупноплодный Его Необходимо Обрабатывать Так Наверное Товарищи Которые Присутствуют Здесь Если Я Не Прав Поправят Меня Так Вот Мы Снижаем Затраты Если Не Обрабатываем Семена То Изберем Сорта Устойчивые К болезням Далее Что касается Инокуляции Семен Дело в том Что Глубеньковые Бактерии Если Была Проведена Инокуляция Ранее В течение Пяти лет Могут Находиться В почве Без растения Хозяина А рекомендации Выращивать И возвращать Нут на прежнее место Это в течение Четырех Лет Не Раньше Константин Говорит Одна Минутка Я понял Я Я Коротенько Заканчиваю То есть Вот Эти Основные Моменты Подготовки Семенного Материала Это Очень Важны Далее Почему Я обратил Внимание На Густоту Стояния Дело В том Что Есть Сорта Которые Хорошо Ветвятся А есть Которые Слабо Ветвятся Вот Там В случае Прива Где-то Три Четыре Ветви Формируются Ну и В завершении Значит Есть Сорта Которые Ну Менее Технологичные То есть Есть Ну Такие Неудобства Когда Мут Начинает Созревать И Выпадают Осадки И Он Начинает Отрастать Снизу И Зеленеть Ну Поэтому Необходимо Обращать Внимание На сорта Которые Ну Лишены Этого Недостатка Ну И Убирать Конечно Необходимо Поле Чистое Или Сухое То есть Не забывайте Если Вы Будет Поле Сорняками Не проведете Диссекацию То Получите Зерно Маркин А Эта Проблема Будет С реализацией Ну Кратце Если Будут Вопросы Пожалуйста Есть Вопросы Константин Игоревич Константин Игоревич Крупный Специалист По Этой Культуре Он Консультирует Многих Заграли Хорошо Василий Васильевич Знаете Знаю Да Да Встречаемся Вот поэтому Здесь и сеем Брион 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 Ну Увеличивайте Количество Сортов Два сорта Один крупный Другой белый Должна быть Акнератива По Продолжительности Вегетации Дело Дело В том Что Вы Знаете Что Увеличение Продолжительности Вегетации Такой Как Например Угрознокутского Тридцать Шестого То Мы его Без Дополнительной Сушки Не уберем Потому Что Быть Лет Десять Назад На Тридцать Шестом Погорел Весь Север Когда Герофор Занимался Семь Это Как раз Сорт Который Возвращается И Начинает По Новой Зеленить Вегетировать Согласен Но Я вам Другое Скажу Спрашивали Сегодня Когда Сроки Сева Так Вот Проблема По технологии Наутил Это Провести На определенную Глубину Заделку При Влажности Почвы Определенной Да Это Проблема Поэтому И говорят Что Раньше Сеяли В апреле А теперь Сеем Июне Потому Что При Наличии Влаги Невозможно Заделать Семена А теперь Смотрите Что остается Июнь И Если Мы Говорим Что Основные Сорта Нута Которые Выращиваются На территории Российской Федерации Это культуры Длитого Дня То Мы Сокращаем Урожайность При смещении Сроков Сева Не забывайте Об этом Еще Вот Например Южане Считают Что Это культура Срока Сева Кстати Саратовцы Точно Так же Германцева Высевает Где-то 10 15 Апреля Но только Она рекомендует Норму Высев Надежда Ивановна От 800 До 1.1 Ну Я вам скажу Не совсем так Вектор Она рекомендует 250 Как раз Половина Зайдет Половина Нет Да То есть Это есть Тонкости Технологии Которые Необходимо Отрабатывать Она Сеет Знаете Какими Сеет Сеет 3.6 Поэтому И рекомендует Да Он Задает Вопросы Он Задивается Элитой И Субер Я его Прекрасно Знаю Но только Первый раз Встретились Почему Этими Сортами Наверное Потому что Балашовы Оригинаторы Они Находятся У нас Мы Работаем С ними То есть Если Есть Сорта Более Продуктивные И хорошие Мы оттого Рассмотреть Ну Где Оригинатор То есть Мы хотим Семенами Заниматься Да Ну Это Достаточно Такая Сложная Культура И Лучше Торговать Семенами А не Редовый Клутов Мы Торговать Какую-то часть Семенами Продаем И Вот Предыдущие Года Мы хорошо Михаил Саш Продавали Ну Позвольте Ответить Это Кузнецовское Хозяйство Наслышанно Дело в том Что в Ростовской Области В основном Что делают Сеют Приводим Когда спрашиваем Почему Говорят До Саратова Еще Плюс Там 800 Километров Поэтому Говорят Ближе Он находится Мы Сеем Его Но Есть Свои Недостатки Скороспелые Продуктивность А также Еще Крупность Вы знаете Что некоторые Спрашивают Нам нужно 300 и более Ну то есть Там Девяточку Семеночку И так далее Одну минуту Ну Немножко Скажу Что Приводим Сеют Не только Ростовская Область Но и Саратовская Область Самарская Область Авенборг И Ростовская Даже Краснодар Ставрополь Ставрополь Тоже Значит Из юг России Да Фактически В этих Двух Сортах Удачных Сортах Василия Васильевича Значит Они не склонны К отрастанию Вегационный Период При благоприятных Условиях 100 дней При жаре 80 дней Он Успевает Вызревать Значит Второй Сорт Уже Андрей Васильевич Был Уважаем 50 Масса Доходит До 420 Грамм Если У этого 250 Грамм А у этого 400 Грамм Значит Он Тоже Не имеет Склонность К отрастанию Года Три Назад В этом Же Хозяйстве Проводили Здесь Испытание Сколько Там Было 16 Сортов Да 16 Сортов И Лучше Этих Двух Я Например Не Видел Ну Это Мое Личное Виде Да Согласен Что Сорта Василия Васильевич Очень Удачная Но Хотелось Сказать Следующее Дело В том Что Сельхоз Производители Когда Приобретают Семеновый Материал Они Гали Чтобы Не было Пусто Мы Гуще Посеем Так При Загущении Посевов У них Резко Снижается Урожайность И Семена Мелкими Формируются И Говорят Мелкосемянный И Начинает Отказываться То есть Нарекания Из-за этого Из-за того Что Не соблюдаются Алименты Технологии А не Из-за того Что Плохой Ну И Естественно Все-таки Обратите Внимание Если Вы Возьмете И Посеете Один Сор Пшеницы Или Два Проблема Будет Да Это точно так же и с нутом Необходимо все-таки Увеличивать Вот Добавить Скажем Белосемянным Коричневый Или Черносемянный Дело в том Что Я не зря Начал свой вопрос И ответ на него Да С чего С проблемы Реализации Зерна Нута Так вот Необходимо На эти применения И один из элементов Применения Это Научить Птицевода Употреблять Зерно Нута Как альтернатива Сое Вот если такое будет Я думаю Что площади Под нутом В том числе Под наутилу Резко возрастут Хорошо Будем стремиться К этому Константин Игоревич Спасибо Есть еще вопросы Константин Игоревич Если нет То спасибо Следующему спикеру Предоставим Слово Потапу